Перед вами солдаты армии России. Интересно, какова их численность? Давайте посмотрим. Итак, вооруженные силы Российской Федерации. Численность 1 миллион 13 тысяч человек. 2,5 миллиона запаса. Перед вами армия Китая. Давайте посмотрим их численность. Итак, их численность составляет 2 миллиона 390 тысяч человек. А запас, в случае чего, может быть мобилизировано 250 миллионов человек. Перед вами армия Соединенных Штатов. Их численность составляет 1 миллион 381 тысяча 250 человек. В запасе 840 тысяч 500 человек. Всем привет! С вами книга КОП. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня в центре моего внимания будет замечательная книга. Это «Поэтические воззрения славян на природу». Авторство Афанасьева. Том 2. Книга об опыте сравнения изучения славянских преданий, верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Ну, давайте посмотрим книга. Это будет очень интересно тем, кто хочет узнать о обычаях и их соприкосновениях и откликах между культурами. Это безумно интересно, когда автор пишет о каком-нибудь обычае и традиции. И эта традиция находит отклик, как ни странно, в разных странах, в разных местах и в разных континентах. Ну, вот сейчас для примера давайте о интересной такой обычай. Я думаю, многие его знают. Этот обычай говорит о следующем. Не менее любопытные поверья относятся к порогу дома, этой пограничной черте, отделяющей место пребывания родичей и их пенатов от всего остального мира. У греков порог при входе в дом был посвящен гестии, у римлян в вести. А старинный обычай требовал, чтобы невеста, вступая впервые под отеческую кровлю жениха, не касалась порога ступнею своей ноги. По немецким преданиям, домовые эльфы обитают не только возле очага, но и под порогом жилого здания, где у нас принято поселениями хранить мертворожденных младенцев. Чтобы предохранить домашних от мары, чертят на пороге крест. В Литве при закладке новой избы закапывают под ее порогом деревянный крестик или какую-нибудь заветную вещь, доставшуюся от предков. Когда после крещения приносят младенца из церкви, отец берет его на руки и кладет на несколько минут на порог избы, чтобы, называется, осветить ребенка через порог, то есть вести нового члена семейства под охрану домашних богов. Входит дом, переступая через порог всякой даже чужеродец. Он поступал под защиту очага. Напротив, за порогом избы охранительная сила очага ослаблялась, и для самых родичей ты из-за порог, а черт поперек. Выражается народная пословица Пернской губернии. Потому простолюдины через порог не здороваются, не прощаются, не беснуют и ничего не подают друг другу. В противном случае, по их мнению, произойдет ссора и приключится худо, ибо божество, соблюдающее семейный мир и счастье, все сильно только в стенах дома. К тем особенно легко пристает порча, которая, переступая через порог, не крестится. В некоторых деревнях существует поверье, что не должно садиться на порог избы, а не то накличешь на свою голову беду. Где затевается свадьба, там не садись на порог, не заграждай пути, или дело разойдется. Кто-нибудь докажется, или жених, или невеста, и как первый не приведет жены под отеческий кровь, так и последний не переступит за порог жениховой избы. Сходно с этим купцу не советуют стоять на пороге лавки, чтобы не отогнать покупщиков, не преградить им дороге лавку. Больных детей умывают сглазно на пороге избы, чтобы с помощью обитающих здесь спинатов прогнать болезни за двери. В Курской губернии страждущую родильницу троекратно переводят через порог или помело. Символ вихря – один из атрибутов грозовых духов. По мнению белорусов, для того, чтобы водились лошади, должно под порогом новой конюшни закопать полено, как спасительное знамение очага. И так далее, и так далее, дорогие друзья. Я просто поражаюсь безумно интересным фактом, который здесь есть в этой замечательной книге. Ссылка будет под видео на сайте книгокоп.рф. С удовольствием даю вам эту вкусную, привкусную книгу том 2 в изучении и прочтении. Надеюсь, вам понравилась эта книга «Копание». Палец вверх, кому понравилось, подписываемся на канал, а я буду продолжать дальнейшие книгокопы. Да, кстати, друзья мои, интересный факт. Знаете, что в золото в океане-то и есть, в прямом смысле, по последним подсчетам, океан содержит в растворенном виде десятки миллионов тонн чистого золота, но стоимость химических методов его добычи значительно превышает стоимость извлеченного металла. Вот, пожалуйста, самая маленькая рыбка океана. Вот, самая маленькая рыбка в мировом океане считается... Ух ты! Вот тут на латинском очень такое интересное название. Я вам сейчас так вслуху с кундачка не прочитаю, но она обитает в коралловых лагунах барьерного рифа. Рыбки этого вида достигают лишь 8,4 миллиметра в длину. Как-то так. Ну, собственно, тут дальше есть еще и самые страшные рыбы на планете. Еще есть, пожалуйста, вид. И, кстати, на стадии исчезновения находятся рыбы на глубине тысячи метров. Вот. Из-за того, что там не проникает солнечный свет и мало пищи, они обитают с необычным внешним видом. Пожалуйста. Страшилка вам под финальчик. Ну, что ж. Я продолжаю дальнейший книгокоп. А вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok